Агрария Тюменской области подводит итоги года с хорошим настроением. По многим показателям мы в регионных лидерах, благодаря в том числе и новым разработкам и открытию современных производств. Обо всем подробнее расскажет Инна Михайловская. Инна, здравствуй, расскажи по порядку о самых важных и интересных сельскохозяйственных событиях. Иван, здравствуй. Да, региональный агропромышленный комплекс в этом году достаточно богат на события. Вот только самые яркие из них. По урожайности овощей наш регион стал лидером в стране. С гектара взяли 490 центнеров, оставив позади Астраханскую и Нижегородскую области. Что касается зерна, валовый сбор после доработки составил полтора миллиона тонн. Самая высокая урожайность на территории Уральского федерального округа. Чуть повыше собрали урожай в Красноярском крае. Ну, получается, вот Урал, Сибирь, Дальний Восток. Значит, у нас по урожайности второе место. В райском федеральном округе первое. А к этому событию шли долгих 12 лет. Зарегистрирован новый сорт пшеницы. Детище ученых аграрного вуза. Назвали его Тюменская юбилейная. В честь двух круглых дат. В 2019-м отметили 60 лет вузу и 140 Александровскому реальному училищу. Вот она, красавица. По словам ученых, эта пшеница дает урожай на 5 центнеров больше, чем традиционные сорта. Для сравнения, средняя урожайность по области в этом году была 22,4 центнера с гектара. На 5 больше. Это серьезный показатель. А еще новый сорт устойчив к бурой жавчине. Это такое заболевание, в основном пшеницы, самое распространенное, между прочим. В этом сезоне Тюменскую юбилейную сели в хозяйствах Завдууковского городского округа, а также на сельхозпредприятиях Омской и Новосибирской областей. Теперь к животноводству. Весной в Елутровском селе Петерина открылась еще одна современная молочно-товарная ферма на 1240 голов. Она появилась вместо старого хозяйства. В чистом поле возвели новые помещения. Общий объем инвестиций более миллиарда рублей. Мы самостоятельно заготавливаем корма, сеножи, силос, сено. И обязательно это надо делать очень качественно. Мы обязательно соблюдаем фазу, в которой мы заготавливаем корм. Мы делаем это быстро, для того, чтобы он у нас не испортился во время перевозки или во время трамбовки. Трамбуем очень хорошо и обязательно добавляем закваску. И еще одно, пожалуй, самое крупное открытие года. Это завод по переработке картофеля, производительностью 30 тысяч тонн в год, агрофирмы «Крим». От овощохранилища до упаковки сплошная автоматика. Сотрудники лишь следят за работой оборудования. Оно европейское. На пусконаладочных работах находились представители сразу семи зарубежных фирм. Это предприятие единственное такое в Уральском округе и одно из немногих в России. Здесь яркий пример, когда самые последние тенденции, мировые тренды, технологии нашли свое воплощение. Уникальное предприятие, социально ответственный бизнес, который умеет работать с территорией, умеет работать с людьми. На самом деле передовые технологии, поэтому абсолютно точно, что эту практику можно тиражировать на территорию всей страны. Конечно, это невозможно было бы сделать без качественной проработки на местах. Это благодаря губернатору региона, его команде. Эта слаженная работа позволяет показывать такие высокие результаты. Что касается следующего, 2020 года, основной вектор агропромышленному комплексу задан. Это экспорт. Планируют наращивать объемы поставок как в Европу, так и в Азию. Мы все-таки имеем серьезный потенциал, который пока еще не раскрыт нашими товаропроизводителями с точки зрения поставки этой замечательной продукции за пределы Российской Федерации. Кроме того, в 2020 году будут новые открытия. Третья очередь – Галышмановского сельхозпредприятия «Тюменские молочные фермы». Там на одной площадке будут содержать около 6 тысяч голов дойного стада. Это один из крупнейших комплексов не только в России, но и в Европе. В Нариманово уже идут пусконаладочные работы третьей очереди тепличного комплекса. К действующим 16 гектарам закрытого грунта добавят еще 17. А в Галышмановском городском округе продолжат строить птицефабрику по выращиванию бройлеров. Обещают, что уже в следующем году их продукцию можно будет попробовать. Иван. Обязательно попробуем, Инна. Большое спасибо. Об итогах и перспективах развития регионального агропрома нам рассказала Инна Михайловская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова